В России отмечают День космонавтики. Праздник установили в честь первого полета человека в космос, совершенного Юрием Гагарином 12 апреля 1961 года. Он стартовал с космодрома Байконур на корабле «Восток», один раз облетел вокруг Земли и через 108 минут успешно приземлился на территории Саратовской области. Это событие и открыло путь для исследования космоса. По всей России в этот день традиционно проходят концерты, организуют экскурсии и выставки, отмечают праздники в Сибири, о том, как обучают будущих ракетостроителей и поддерживают интерес к космосу в нашем сюжете. В этой лаборатории прием ГТУ студенты учатся работать с промышленными манипуляторами-роботами. Они необходимы для выполнения операции в самых сложных условиях. Эта лаборатория позволяет получить навыки программирования роботов и использования их для автоматизации как вспомогательных операций, допустим, транспортировки, обслуживания станков, так и основных операций, допустим, как сборочные. Всего в МГТУ работает четыре лаборатории. Все они готовят квалифицированных инженеров для производства ракет-носителей семейства «Ангара» на заводе «Полет». В этом году работать на предприятие придет около 40 выпускников ВУЗа. Специалисты говорят, в лабораториях созданы условия, приближенные к производственному процессу. Поэтому при устройстве на завод выпускникам будет легче адаптироваться. А в Томском политехническом университете показали свою уникальную разработку – наноспутник. Первый в мире космический аппарат, корпус которого напечатан на 3D-принтере. В прошлом году его отправили на космодром Байконур. Оттуда грузовой корабль доставил спутник на борт Международной космической станции. Там его запустили в открытый космос. После того, как Томичи рассказали о своей разработке, в Америке начали разрабатывать аналог. У нас спутник получается легче, это раз. А во-вторых, по прочности не уступает. А зачастую именно та прочность, которая необходима для того, чтобы вывести, чтобы он там летал. Так как они недолговечны, теоретически считается не больше, чем полгода, то, в принципе, более большое количество можно спутников напекать в ракету. Стоит-то отправить, нежели, чем если делать их с металлом. Впрочем, не только уникальные разработки и кадровые вопросы обсуждали в Сибири в День космонавтики. Поддерживали интерес к отрасли и с помощью акций. В Новосибирске в честь праздника провели космический забег. Дистанция 1957 метров. Цифра не случайная, ведь именно в 1957 году Советский Союз запустил первый искусственный спутник Земли. Во всероссийской акции приняли участие и спортсмены, и любители. Главная цель – показать, что быть здоровым и выносливым важно не только космонавтам. С этим согласен и 11-летний Алексей, самый юный участник забега. Он думает о космосе каждую ночь, а просыпается с одним желанием. Улететь дальше, дальше все, чтобы найти самые неизведанные планеты и постараться их открыть. Найти жизнь. А в Кемерове школьники выслали в Центр подготовки космонавтов 150 конвертов со стихами, рисунками и поздравлениями. Почту собирали в течение двух недель в детских библиотеках города. Ну, хочется, чтобы космонавт узнал, что вот есть такая девочка. Она писала ему письмо и так далее. Писала я, ну, рассуждала на тему космонавтики, тяжело это или легко. Библиотекари обещают, что все послания дойдут до адресатов, а некоторые, возможно, вышлют и на Международную космическую станцию. Дмитрий Куканас, Елизавета Василевич, Алексей Попов, Татьяна Салимова и Максим Денисов. Новости здесь, Омск. Новости здесь, Омск.